И после ареста его ведут во двор первосвященника Анны. Давайте несколько слов об Анне. Мы читаем об этом в Евангелии от Иоанна, 18 главе, с 12 по 14 стих. Тогда воины и тысяченачальник и служители иудейского взяли Иисуса и связали его. И отвели его сперва к Анне, ибо он был тесть Каяфи, который был на тот год первосвященником. Это был Каяфа, который подал совет иудеям, что лучше одному человеку умереть за народ. Анна был первосвященником с 7 по 14 год нашей эры, и он был смещен в свое время римским губернатором Валерием Гратом. Но тем не менее он имел возможность, очень был мудрый человек, умный человек, скажем так, мудрый это другое, может быть, хитрый человек. Он нашел возможность продолжать контролировать священство. То есть, иными словами, преемниками его были четыре его сына на этом посту, а после этого его зять. А под конец его жизни даже его внук. То есть, целью суда у Анны было сфабриковать некоторые обвинения, религиозные обвинения. Понятно, религиозные. Анна не имел права как священник выносить несмертных приговор, ни какие-либо приговоры, которые касательны гражданского статуса обвиняемых. На вопрос Анны тоже он должен был предоставить свидетелей, Иисус отвечает, что он всегда учил явно и ни от кого никогда не скрывался. И почему, собственно, вот происходит вот такое вот тайное и несправедливое и арест и судилище. Ну, сразу же после этого его отводят к Каяфе. И Каяфа был зятем первосвященника Анны, и он служил с 25 по 36 год нашей эры. То есть, как раз в этот промежуток времени его попадает и все активное служение Иисуса, и, естественно, его арест, а также его и смерть. И так приводят Иисуса в дом первосвященника Каяфе, и что вообще нарушается закона, о котором мы с вами говорили, в 22 пунктах. Один из них, суд, не мог происходить в доме, в частном владении у Каяфа. Хотя, кто был в Иерусалиме, знает, что это находится буквально совсем рядом с храмом, однако это все-таки не храм. Теперь давайте несколько слов о Синедрионе, потому что мы часто говорим Синедрион, но мы имеем смутное представление о том, что Синедрион на самом деле из себя представлял. Максимальное количество членов Синедриона было 71 человек. 24 места в Синедрионе были забронированы за священниками, или теми, кто мог со временем занять пост первосвященника, и это были все саддукеи. 24 других места были забронированы для старейшин, и они все были фарисеями. То есть, две основные партии были представлены вот таким образом. Были еще 22 места, то есть 24 и 24, это 48, еще есть 22. Они были для книжников, которые тоже по существу были фарисеями. То есть, 24 основных саддукейские, еще 24 для равновесия, и 22 книжники, которые тоже фарисеи. И последнее место, 71, было за первосвященником, который, естественно, тоже был саддукеем. То есть, если по числу, то, наверное, большинство в Синедрионе принадлежало фарисеям, однако, по влиянию, или по сфере влияния, или по степени влияния, все-таки большинство принадлежало саддукеям. Минимальное, если не было возможности собрать всех, это так называемый большой Синедрин или большой Синедрион, то для вынесения приговоров, если надо было срочно что-то решать, какие-то вещи, необходимым и достаточным было участие 23 человек. Почему 23 человек? Чтобы не было равного количества. Причем интересно, что если, например, 11, меньше половины, но минимально меньше половины, объявляли человека невиновным, его отпускали. То есть, для оправдания человека нужно было бы меньше. А вот для того, чтобы осудить, надо было 13 голосов. То есть, 13 против 10, Туремак это виновен, а 11 против 12 уже объявался невиновным. То есть, считалось, что пусть будет лучше сомнение в сторону послабления приговора, чем сомнение в сторону усиления приговора. Надо было найти уже свидетелей, но мы не знаем, но мы знаем, что не было всех 71 человека, хотя бы потому, что там не было Никодима, и там не было Иосифа из Аримафеи. Никодим или Нагдимон, это такая известная личность, которую мы читаем, когда он приходит к Иисусу. Ночью он был член Санедриона, очень известная личность, очень богатый человек. Один из самых богатых людей в Иерусалиме. О нем говорили, что он имеет богатство столько, сколько в казне у храма. И он мог бы кормить и поить Иерусалим на протяжении пяти лет осады. Он был очень богатый человек. Так вот, его здесь тоже нет. Кстати, дальнейшие потом упоминания на Гдимоне, как о человеке, который под конец своей жизни спал в ересь миним, или в ересь, которую в те времена или позднее, во времена Якова Маленького, стали называть уже ересью христианской, или ересью, в крайней мере, которая связана с Иисусом. Поэтому у нас есть кое-какие основания думать на основании еврейских устных источников, что Нагдимон или Никодим под конец жизни уверовал в Иисуса. Но это, как не входит в конкретную эту тему. То есть, был неполный синедрион. Это все, что мы можем узнать. Сколько людей было, мы точно не знаем. Однако, ужасно было то, что все как один заняли позицию обвинения, что должно было, по идее, повлечь за собой немедленное освобождение. Но этого не происходило. Свидетели, которых они находились там, они должны были быть во всем, до деталей совпадать. Однако, этого тоже не происходило. Видите, тут даже, обратите внимание, мы сравниваем то, что есть у Каяфы, и то, что есть у Матвея, и то, что есть у Марка, есть несколько разные. Вот мы, например, читаем у Марка. Он говорил, я разрушу храм сей рукотворенный. Это Марк 14, 58. В то время как у Матфея другой свидетель говорит, могу разрушить храм Божия. Согласитесь, что разница между разрушу и могу разрушить, это разница очень существенная. Одно говорит о намерении, другое говорит о возможности, и только на основании этих уже двух показаний Иисуса надо было освобождать, потому что свидетельства о его намерениях не совпадали. А еще раз хочу подчеркнуть, что свидетели, их свидетельства должны были совпадать на 100%. И эта ситуация, естественно, не устраивает Каяфу, и поэтому он попробует, пробует подвести Иисуса под клятву, говорит, скажи, если ты, скажи нам, ты сын Бога живого или нет. На основании того, что он спрашивает, мы делаем вывод, что он понимал, кем Иисус себя провозглашает, кем на самом деле является Иисус. По еврейскому закону человек должен был отвечать, что если он проведен под клятву. Но Иисус говорит, я есть. То есть, на самом деле, это можно опять-таки в прямом литературном смысле, если мы опять попытаемся перевести с греческого обратно, вернуть на еврейский язык, он может сказать анохи, то есть вот он я, или они, или он может сказать юдгей-вавгей, то есть, как на русский язык переведено, я есть сущий, имя Божие, которое запрещено к употреблению. Сложно сказать, что на самом деле было, однако, однако для Каяфы этого было достаточно. То есть, видимо, что-то в ответе Иисуса он уловил такое, что позволило ему разорвать свои одежды и обвинить Иисуса в богохульстве. Но мы же знаем, опять-таки, что судья не имеет права выносить вердикта, судья не имеет права выносить вердикта до объявления, до того, как он спросит мнение всех других. Однако здесь он говорит, виновен, что вам еще для этого надо. И таким образом он проглашает отсутствие необходимости в свидетелях, что является, естественно, еще одним нарушением. Сразу же после этого Иисуса начинает избивать, что мы, как с вами говорили, еще нарушение. Например, бить человека нельзя было. То есть, до того, как он был официально признан виновным, и его наказывают, например, если человек получал удар кулаком, по закону ему полагалось 4 динария. То есть, на 4 дня работы. А некоторые стали плевать на Иисуса и глумиться над ним. А если же человека били ладонью, смотрите, внимание, кулаком считалось менее позорно, чем бить ладонью. То есть, кулак – это вроде как благородно. А вот если человека били ладонью, то есть, понимая, что он не может дать сдачи, за это полагался штраф в 200 динариев. Представьте себе, как за 200 дней работы. А если человеку плюнули в лицо, вот трудно поверить, за это полагался штраф в 400 динариев. То есть, необязательно физическая боль была сравнима с унижением. То есть, как бы самый сильный удар – это удар кулаком, но за это штраф всего 4 динария, потому что ты как бы видишь равного. Когда ты человека бьешь ладонью, это как пощечина, это унижение. 200 динариев, а как самая безболезненная вещь – плевок, но это самая унизительная вещь. 400 динариев, естественно, никто ничего здесь этим не занимался, никого это не интересовало. И как это все было запущено, так оно и продолжалось. Петр, далее мы читаем, в 26-й у Матфея главе, а также у Марка, в 14-й у Луки и даже Иоанн, об этом пишут, что Петр следовал за ним издали. Вот это ключевое слово. Издали, не вблизи, а издали. И издали, впадая в болезнь Гомелетики, которую все мы часто время от времени страдаем. Вопрос, который я по ходу дела задаю себе и всегда другим, как мы следуем за Иисусом? Вблизи или все-таки издали? И мы видим, что когда они развели огонь, у Луки мы читаем, среди двора, и сели вместе, сел и Петр между ними. И служанка, увидев сидящего его огня, всмотревшись, сказала, этот был с ним. Ну, на самом деле, его выдавал и внешний вид, его выдавал и акцент. Галилеян был абсолютно, ну, ни с чем не сравнимый акцент. Их всегда различали. Помните знаменитое Шиболет-Сиболет? Шиболет и Сиболет, это были два различных вида произношения, которые в разных местах произносятся. Поэтому совершенно безошибочно в Петре можно было узнать, но Петр трижды отрекается. И, собственно, он делает то, что предрек Иисус во время ночной стражи, и, естественно, после этого горько рыдает. Это вообще стиль Петра. Надо сказать, его, Иисуса продолжают избивать, над ним продолжают издеваться. Понравилась лекция? Вдохновились услышанным? Поддержите нас молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте tvseminari.com Далее трагическое, не трагическое, а, в общем-то, драматическое событие следует за этим. Это смерть Иуды. Мы говорим это достаточно в быстром темпе, мы проходим все эти места, потому что, опять-таки, это нарративная часть рассказа о Бесусе, и она требует внимания даже к мельчайшим деталям, которых мы не все не можем пройти, но, может быть, самые краеугольные есть смысл высветить, потому что основная цель вот этого курса не просто пересказать историю, а пересказать ее так, как бы видел ее еврей, находись он там во время жизни нашего Господа. Итак, смерть Иуды. Тут есть некоторые противоречия, видимые противоречия, которые все-таки есть возможность разрешить. В Матфея мы читаем Иуда, предавший его, увидев, что он осужден и раскаявшись. Вот слово, которое здесь есть, раскаявшись, на самом деле, что это значит? На самом деле он раскаялся, очень трудно судить, но, может быть, намеком есть то, что в стандартном греческом языке это показание слова метаноин. Это как бы покаяние, которое, может быть, не полностью напоминает еврейский смысл хазагабе чува или возвращение от всех путей своих, но вот максимально, что можно было найти в греческом языке, это вот конкретно вот это вот слово, которое обозначает раскаяние. С другой стороны, греческое слово, которое используется здесь, оно несколько отличается, и матамеломай, которое обозначает, может быть, не совсем раскаяние, но некое сожаление, вот сожаление. На основании этого делается вывод, что он не раскаялся, что он попал в ад, я не занимаюсь подобными утверждениями или не утверждениями. Суть в том, что тут есть пища для размышления, насколько было искренним его раскаяния, тоже, естественно, неизвестно. Первосвященники, взяв серебряники, сказали непозволительно положить их в сокровищницу церковную. Да, мы знаем, что это происходит. Нельзя брать деньги, полученные неправедным, положить в сокровищницу церковную. И, что они говорят, потому что это цена крови, сделав совещание, покупают на них землю горшечника для погребения странников. Давайте посмотрим, как он умер. У Матфея мы читаем, что он повесился. Мы вот читаем, что он повесился. У Матфея, значит, он удавился. В пятом стихе бросив серебряники в храме, он вышел, пошел и удавился. Это первое. А вот у Луки мы читаем уже в «Деяниях апостолов», потому что это не Евангелие, но очень интересно в первой главе. «Но приобрел землю, 18-19 стих, неправедной мздою, и когда не изринулся, расселась чревою». То есть, как бы распалась чрево его и выпали все внутренности. Его несколько как бы не соответствует вот одно описание другому описанию. Хотя, наверняка, есть возможность примирить эти два описания. По еврейскому пониманию вещей новый день начинается не с полуночи, а с заката предыдущего дня. То есть, грубо говоря, суббота начинается в закат пятницы, воскресенье начинается в закат субботы. Помните Евтиха, когда они собрались в первый день недели, это, естественно, не воскресенье утром. Юноша, который к полуночи выпал из окна, часто приводит это вот в первый день недели, это воскресенье, и они сидели, занимались Словом Божьим с утра и до полуночи. Конечно же, не так, потому что первый день недели начинается не утром, а начинается сразу вечером после заката солнца в субботу. Вот что это, в принципе, значит для нас, что когда он умер, когда он умер, то день, поскольку начинается опять-таки с заката, то это была пасхальная ночь, она стоит перед наступлением пасхального дня, не наоборот. То есть начинается день с пасхальной ночи и заканчивается пасхальным днем. В пасхальную ночь семья садится за пасхальный ужин, а с утра пасхального дня в храме проносилась пасхальная жертва. Но, если в пределах города находилось мертвое тело, то есть кладбища всегда были за стенами города, потому что это считалось нечистым. Но если в пределах города находилось мертвое тело, то город считался нечистым, и жертва не могла быть принесена такой для того чтобы город должен был быть очищен для принесения утренней жертвы тело умершего должно было быть сброшено с городской стены в долину хейном долина хейном или так называемая долина гиена огненная отсюда в общем то происходит в представлении древних евреев картины ада это долина за стенами города где а жили прокаженные б которую скидывали мусор где этот мусор сжигался но поскольку над этим мусором постоянно крутились рои мух и были дымы огня то в точно также баль звуф или баль зевель или господин мух или господин мусора олицетворял у евреев правителя потустороннего мира и поскольку там крутились мухи и были языки пламени языки пламени то она поэтому по имени этой долины геон гейном гейном или гиена так и назывался от как представляли себе израиль таким образом если если предположить что иуду взяли и уже повешенного выбросили со стен этого города то вполне возможно что после того как тебя сбросили он мог повредиться и могли повываливаться какие-то из его внутренности опять-таки это может быть не решение стопроцентной проблемы но однако указывает нам на по крайней мере на какое-то вот направление ищите нас поисковых системах по запросу т.в. семинария необычных системах поисковых системах поисковых системах поисковых системах поисковых так иначе в этом храме пламени и безусловно просто отрагивала проезд этой геймерной комплекс. Продолжение следует...